Здравствуйте. Да, расскажи об этой гидроэлектростанции. Они часто говорили, что если что-то случится, это будет катастрофой, сопоставимой чуть ли не с Чернобылем. Насколько действительно это серьезное сооружение, и что сегодня, на твой взгляд, случилось? Ну, мне, прежде всего, кажется, что нужно сделать такой коротенький экскурс в историю, потому что нельзя говорить о водохранилище. Электростанция там вообще ерундовая. Вот так. Ее мощность меньше мощности нашей Рижской ГЭС. А Рижская ГЭС далеко не самая мощная у нас же и в Латвии, да? Речь-то о другом. Огромнейшее совершенно водохранилище. Примерно 300 метров, 300 километров в длину. Ну, это вообще фантастическое такое водное пространство. Но самое главное, где оно находится? Трудно себе поверить, но 70 лет назад, когда начался сталинский план изменения природы, вот в тот момент в Украине интеллигенция говорила о том, что это вообще культурная катастрофа. Ведь дело все в том, что само вот понятие запорожская сечь неотъемлемо от такого понятия, как Великий Луг. Это гигантская пойма реки Днепр, которая регулярно, каждую весну заполнялась. Потом, значит, вода уходила, и там росли самые, что называется, сочнейшие травы. И вот именно там запорожцы, у них там были стада табуны лошадей, там они выращивали зверя. Это, надо сказать, что это кормилец был. Батька, как вот говорилось по старым воспоминаниям, например, того же великого украинского режиссера, кинорежиссера Александра Довженко. И сам это вообще как бы место, откуда вообще появилась запорожская сечь. И когда было принято решение затопить, причем глубина там во многих местах 7-8 метров, это было для людей того времени катастрофой. И Довженко говорил о том, что же будет, когда это рухнет. Потому что было абсолютно понятно, что у любого сооружения такого типа есть срок службы. Когда-нибудь оно рухнет. А что останется после этого? И вот это очень серьезный вопрос. Что меня как раз волнует, если смотреть вперед. Что от всего этого останется? Ну да, сейчас вода из водохранилища уходит. Ясно, что уйдет пока что не вся вода. Не вся вода. Потому что, во-первых, дамба, она уцелела. Дамбу, извините меня, грузовиком взрывчатки не взорвешь. Это очень сложное, толстое такое сооружение. А дамба же на самом деле, она такая коническая, плоско-коническая. И чтобы ее взорвать, нужно поднять гигантские объемы пророды. Такого не наблюдалось. Взорвать вот эту шлюзовую часть, вот эти, там, где находятся водосбросы. Да, теоретически можно. Но вопрос следующий. Можно попытаться взорвать ворота, которые закрывают. А дальше начинается действие самой воды. Вода обладает ведь чудовищной энергией. И вот это как раз то, что может, вода может сама разворотить, уйти. Но сейчас наступает лето. И что останется после того, как уйдет вода? Ил. Ил. Которую начнет высыхать. И это будет как такой токыр. Такая, знаете, как плитка. Такая. Сначала это будет просто плитка, потом она будет еще высыхать. Она будет пылить. И мы получим такую замечательную совершенно пустыню, так и, как в Средней Азии есть, длиной в 300 километров и шириной в некоторых местах, по-моему, там километров 45-50. Вот, пожалуйста, прямо посреди Украины. Здесь хотелось бы, конечно, узнать о последствиях. То, что сейчас происходит. Вот эти тонны воды, которые выходят из водохранилища и начинают затапливать. Вот мы видим уже такие кадры, когда целые дома просто плывут. Плывут, да, естественно, потому что крыша легче воды. Вот она и плывет. Вопрос другого, что там же ведь рядом находится с правого берега Херсон. Дальше слева это многочисленные дачные огородные участки. А потом наступает дельта и море. Сейчас нет быстрого спада воды, потому что воде тяжело пройти по всем этим бесконечным рукавам. Но там есть такое, всевозможные такие вот каналы были сделаны. Ведь ради чего еще строилось вот это вот Каховское водохранилище? Для того, чтобы, согласно плана Сталина, начинать обеспечивать водой вот эту территорию между Днепром и Черным морем. И потом, это уже последователи, это уже при Хрущеве было, решили, что очень необходимо провести воду Днепра прямо вплоть до Керчи. И таким образом, в таких условиях прекрасного, благодатного теплого климата, когда будет вода, можно будет выращивать хлопок и другие ценные культуры. Вот такая была идея. Сейчас можно будет сказать так, все это накрылось, потому что канал, судя по всему, в Крымский канал воды уже не хватит. Не хватит воды для вот этой территории при Черноморье и даже в том числе при Азовье, потому что вода и туда уходила. Короче говоря, для всего вот этого юга наступает период жестокой засухи. Она и так как бы существует. Тут мы к ней возвращаемся, но в условиях гораздо худших, чем 70 лет назад, потому что климат меняется. И вот вам, пожалуйста, прекрасная пустыня, которую создали своими руками. То есть получается, это экологическая катастрофа. Это да, это в принципе, это экологическая катастрофа. Вопрос, конечно, в том, что она бы была и в будущем. Потому что об этом говорили, о том, что сами украинские ученые очень много исследовали весь этот регион. И их очень беспокоила ситуация, которая происходит в том числе с этим водохранилищем, которая уменьшается глубина, естественно, потому что его нужно чистить. А с другой стороны, и правильно, кстати, тут можно полностью согласиться, я понимаю, было высказано мнение о том, что, а что за состав у этого ила, который лежит? Вот тут можно было бы спросить бывшего генерального директора Южмаша, господину Кучмы, который был и президентом 20 с лишним лет тому назад, что сбрасывал его в завод в Днепр. То есть там еще могут найти что-то, о чем я не знаю? Там могут быть производственные отходы, тяжелые металлы и прочее. Пока они тихо себе лежали в глубине, вот они себе и лежали. А сейчас, если, как говорится, все это дело высохнет, и потом это будет поднята пыль, то какие будут результаты? Никто не знает. Поэтому вполне возможно, что очень многих эта новость о том, что там могут все высохнуть, она их очень расстроила. И это не только с политикой связано. Что будет с городами, деревнями, поселками, которые находятся на пути? То есть кто наиболее уязвимый, то есть Херсон и так далее? Херсон на довольно высоком правом берегу. И надо понять, что это не как в голливудском фильме, ведь мы же всегда смотрим, в голливудских фильмах стоит большая дамба, вот она такая, как дамба Гувера, например, которая, кстати, была прорвана, по-моему. И вот там сразу все рушится, знаете, как в фильме «Властелин колец» «Освободите Вилли». Это кошмар какой-то. Тут же кошмар тихий. Тут просто-напросто у вас откуда-то, не возьмись, отовсюду из земли начинает подниматься вода. И самое главное, вот о чем я завтра в программе «Громология» хочу рассказать, что вы стоите и вы не понимаете, куда бежать. Потому что вам кажется, что там выше, и там вдруг выясняется, что она как раз оттуда идет. У человека вообще очень плохо с пространственным ощущением вот этих высот вот на ровном месте. Это в горах легко понять. Тут гора, тут долина. А вот у нас на равнине очень сложно. И поэтому человек сначала думает, уйти мне, не уйти, брать собаку, не брать собаку. Один ответ очень простой, мне он всегда нравится у американцев. Как только что-то такое началось, купить папку с документами, деньгами, кота или собаку под мышки, и тут же валить, и валить быстро. И бог с ним, пусть у вас там все разграбят. Но вы спасетесь, спасете свои ценные вещи, память и своих домашних животных. Если не можете их всех забрать, откройте, потому что у животных есть инстинкт, они могут сами спаситься. Вот сообщают о том, что многие животные погибли уже. Вот потому что их нужно было выпускать сразу, да, обрубать им этот самый цепь и прочее. Потому что животные, в отличие от нас, они не замучаются рассуждениями, бежать им, не бежать, а может обойдется. То есть сейчас что происходит? Вода поднимается. А почему? Вот я хотел, чтобы ты об этом феномене, может, чуть больше поговорил. То есть человек просто не способен определить вот эти высоты. Почему вот это медленное затопление, когда ты вдруг оказываешься в центре? Хотя думаешь, что у тебя еще есть возможность... Ну вот можно сделать одну простую вещь. Взять, вот ровно стоит стол, да, вылить на него немножко воды. Будет такая лужица. А потом взять достаточно, чуть-чуть его, чуть-чуть, буквально миллиметры, приподнять с одного края, и вы увидите, как лужица тут же начнет перетекать. Но если убрать эту лужицу, вы эти миллиметры, вот так визуально сидя за столом, даже не почувствуете. Вы не почувствуете вектор уклона. И вот это очень важная вещь. Известно, что, допустим, в Австралии, где бывают сильные наводнения, я просто помню, было такое описание, что люди остановились на машине и к ним подлетели на вертолете и сказали, спасайтесь, быстро уезжайте. Вот, вон туда. А люди стояли и думали, потому что там вроде дым, пожар, вот тут еще в сочетании наводнения с пожаром. И люди тянули резину, потому что им казалось, что нужно ехать в другом направлении. И вдруг вода появилась из леса на глазах. И им пришлось всем бросить свои машины и спасаться уже, прыгая на вот этот трап, который сбросили им с вертолета. И это был последний шанс. Последний шанс. Вот, мне кажется, это мы должны учитывать. Сейчас это наводнение, оно же опасность, которая подходит тихо. Нету вот этой, знаете, громогласной... Ну, как при цунаме, когда мы видели в Японии, не так это работает. Никакого шума. Никакого шума. Вы просто можете, например, спать у себя дома, а проснуться от того, что ваша кровать будет качаться. Вот это важный момент, что сейчас важно уходить. Если уходите, то тут же пригласить, сообщить это, поднять соседей. Постучать, даже разбить окно. Потому что человек в такой ситуации, когда вдруг он узнает, что вокруг что-то происходит, он пугается. И форма испуга, зачастую, я сам был свидетелем этого, это такой ступор. А что делать? А что делать? Я ничего не буду делать. Куда мне идти? Вот. Куда идти? Да куда идти? Вот куда идут люди? Туда идти. А еще лучше, куда коровы и лошади пойдут? Или те же самые собаки? То есть следовать за животными? Животные гораздо в этом смысле умнее. Они в том смысле умнее, они просто-напросто у них инстинкты гораздо более развитые. Мы уже потеряли эти инстинкты, а они еще, они радио, интернет не смотрят и не слушают. Они свободны от этих всех, которых, иллюзий, которых мы насоздавали. Ну вот здесь спрашивают, Константин, могли бы вы объяснить, что могло произойти? Можно ли говорить о том, что это результат подрыва, или все-таки это результат разрушения вследствие тех, того ущерба, который был ранее нанесен, все-таки атаковали ГЭС, там были и ракетные удары. Вот тут я заметил, вот как раз хотел заметить, что, что сказать, дело все в том, что еще осенью, когда мы об этом говорили, там получалась такая любопытная вещь. Если бы знать, какие у кого были планы, у какой из конфликтующих, воюющих сторон. Потому что для каждой стороны свои как бы интересы. Но в данном моменте возникает ситуация, что ни одной, ни другой стороне радости никакой не получилось. Я уже сегодня видел такое мнение. Почему-то мы типа так всегда стараемся оттолкнуться от идеи третьей силы. О том, что, как известно в Китае, есть мудрая поговорка о том, что есть два тигра, дерущихся, и обезьяна, которая сидит на дивере и ждет, когда эти тигры сан друг другу кишки выпустят. Но иногда возникает вопрос, а может быть, эта обезьяна не просто так сидит на дереве? Я не хочу сказать, что мы сейчас от этой ситуации не знаем. Мы можем взять за основу ту или иной, тот или иной вариант. Технически, технически, вот если даже абстрагироваться от политики, от войны, технически что могло произойти? Технически много сейчас. Сейчас есть высокоточные ракеты, и можно послать несколько штук в одну точку. Так ведь? Можно? Ну, можно ли прорвать платить? А не саму плотину прорываешь, а разрушаешь именно вот этот механизм, где вот идет вот эта дверь. Шлюз. Ну, собственно говоря, не шлюз, а водосброс. В результате чего там начинается неконтролируемый поток. На некоторых фотографиях, кстати, показывали. Дело все в том, что в начале мая особенно российская сторона все время вздыхала по поводу того, что украинская сторона сбрасывает воду из выше... Ведь Каховская это последнее из шести водохранилищ. То сбрасывают воду в Верховьях, и таким образом воды становится в Каховском водохранилище все больше, больше и больше. И вот из-за этого там возникнут проблемы. Жаловались они. Потом объявили, что мы будем сбрасывать. Готова ли была ли эта старая 70-летняя плотина к таким экспериментам? Неизвестно. Может быть, как говорят, там есть вариант самоподрыв. Потому что, да, действительно, мы готовим, условно говоря, к тому, что противник попытается взять эту, штурмовать эту плотину. Мы закладываем туда взрывчатку. Ну, что-то не получилось. Пошло не так, как и задумывали. Взяли и взорвали ее. Сами же. Раньше времени. Но сколько взрывчатки необходимо? А для того, чтобы разломать вот этот узел, это да. Это, как говорится, в объемах. Но беда-то вся в том, что вы сломаете этот узел, взорвете его, но у вас весь вот этот блок, как мы сейчас видим, мгновенно ведь не рассыпется. В воде нужно время. Ну, для того, чтобы все это растащить, разорвать. Она все равно разорвется. То есть, там давление растет. Да, давление большое, и он этот бетон разрывает, и все, оно потихонечку уходит. Ведь с точки зрения, например, военных, как вот если взять военную историю, да, то считалось, что нужно начать, вот возьмем, как возьмем историю финской войны. Когда советские войска пытались, ну, прорваться через линию Маннергейма, то подорваны были шлюзы, чтобы затопить местность. Тогда, когда войска уже вошли, втянулись в долину, и тогда их затопило. Такое, кстати, применялось очень часто в мировой практике. Но взрывать, когда еще нету, вот, атаки, тоже как бы ненормально. Но, исходно нужно сказать, что мне сейчас вопрос кажется более интересным, как геологу, что делать дальше-то мы будем? Потому что это будет касаться всех. А нет, у нас нет звонка, но, возможно, он появится. Звоните, дозванивайте. Телефон, WhatsApp, Viber и Telegram работают, поэтому вы можете, мы в прямом эфире, можете до нас дозвониться, дать вопросы Константину. Пока нет звонка, я еще напомню, что вы можете, кстати, поставить лайк, можете подписаться на Telegram и, конечно, поддерживайте наш канал донатами, это важно для того, чтобы мы могли работать бесперебойно. Хорошо, возвращаюсь к твоему вопросу, что делать? Что делать? Вот вопрос, назревает проблема, которая будет, как бы там, чем бы война не кончилась, она будет, это проблема, которую нужно будет решать. Вот будет как раз и руководитель Укрэнерго, насколько я слышал, заявил о том, что все, гидроэлектростанция кончилась, восстановление не подлежит. И совершенно логично, даже в современных условиях, кто же этим будет заниматься. Это раз. Второе, вот сейчас уйдет вода, несомненно, что появятся голоса о том, что, а нужно ли нам вот это самое водохранилище для того, чтобы обеспечивать, что обеспечивать водой? Да, надо обеспечивать Херсон, там есть еще дополнительные каналы, но откуда, на это же нужно взять деньги, рабочие руки, то есть, сразу возникает целый список. Это очень дорогие объекты. Это все дорогая работа, очень дорогая работа. В свое время советская власть, когда строила вот этот канал северокрымский, она здорово экономила, она в некоторых местах, кстати, это повторила в Средней Азии, она рыла канал, который не был загерметизирован плитами, и вода уходила реально в грунт, в результате чего она потом просачивалась к поверхности, и там образовывались реальные рукотворные солончаки. То есть, это известная вещь. Все люди, живущие на юге, знают, что поливом можно вот эту соль выпаривать таким образом, и у вас все сады погибнут, там и гибли сады. То есть, вот этот вот, подход, мне кажется, зачастую ужасно, ну, какой, знаете, туповатый какой-то. То есть, чиновники, выполняющие распоряжения сверху, они думают только вот в течение вот этого короткого промежутка времени. Вот нам сейчас бы сделать, отчитаться, отрапортовать, а дальше, как говорится, это ужасная вещь, конечно. Ну, тут спрашивают еще, а почему в Евпатории предупреждают, что не будет воды, запасайтесь. Вообще Крым, получается, тоже будет? Ну, этот канал-то, собственно говоря, и создавался не только для орошения, но и в том числе для водоснабжения Крыма, и на это он же фактически дошел до самой Керчи. Тут, конечно, вот с 2014 года пытались эту тоже проблему решить, но было абсолютно понятно, что если еще воду для питья можно подать, то подать большое количество воды для развития сельского хозяйства, ну, просто-напросто, природа, как говорится, не позволяет. Но я так думаю, что сейчас вот они будут хвататься за голову и думать, как этот вопрос опять решать с учловием того, что Северокрымский канал, можно сказать, кончился. Еще тут как раз пишут наши зрители, вот Викник пишет, я посмотрел на карту, там прямо на пути городская Новокаховская свалка. Что это, чем это может быть? Плохо, ну что же такое, вот-вот свалка поплывет по воде. Со всеми бытовыми... Свалка это вообще довольно токсичная история, то есть вот городская свалка. Свалка, конечно, так что и токсичная история. То есть это получается весь этот мусор... Ну, будем откровенны, что мы выбрасываем, особенно если не разбираем все вместе. Во-первых, это на всевозможное гнилье. Это опасность... А, кстати, Херсон славился, да, и раньше холерой, дизентерией. То есть это уже вопрос скорого наступления различных бактериальных... Да-да-да-да-да. И тут надо сказать, что вот эти животные утонувшие... Сейчас же вода, она через, так скажем, пару-тройку суток, она-то все-таки утечет в Черное море. А дальше что останутся? Трупы животных, весь этот бесконечный мусор, все это будет что называется висеть на ветвях, гнить потихонечку и опять попадать в воду. Так что через недельку, можно сказать, в низовье Днепра купаться, даже купаться нельзя будет. Подожди, я хочу просто понять, вот сейчас получается, многие регионы будут обезвожены. то есть у людей из крана, ну вот если так, по-будому, вода уже течь не будет, чистая, да, соответственно, это целые регионы будут. Ну это, во-первых, и этот Херсон, причем и севернее Днепра, и южнее Днепра, это еще, если я не ошибаюсь, то есть если по пунктам вот последствия этой катастрофы, вот как по пунктам все это будет развиваться? Вот первое, это вот это затопление. Первое, первое то, что возникнет проблема с подачей воды. Это вот самое то, что сейчас. Ну первое, это то, что у людей затопили дома. Ну там еще и обесточивание, наверное. Второе, это обесточивание, это параллельно, потому что электростанция перестала работать. Но там можно перебросить энергию по системе, как раз Советский Союз создавал систему, вот этого энергообеспечения в расчете на всевозможные военные действия. Здесь у нас грохнули станцию, так мы и с другое место пригоним электричество. Электричество восстановят. А дальше возникает вопрос, как уже постоянно жить. А летом, я думаю, что уже где-то в середине июля встанет вопрос о том, что мы имеем с водой для полива, потому что это же сельскохозяйственный регион. И он поставляет, замечу, поставляет продукцию, в том числе сейчас, и по зерновой сделке тоже. Но зерновую сделку, кстати, Россия, судя по заявлению замминистра иностранных дел, собирается отменять. То есть сказали, что не видят в этом смысла. Ну, это их дело. А я думаю о том, что делать людям, которые живут на месте. То есть получается, это долгосрочные последствия. Это долгосрочные последствия. Это на годы, я так понимаю. Я думаю, что это на годы, и людям придется менять стиль жизни. Вот независимо от того, чем закончится война, все равно, если вы останетесь там, вам уже жить так, как вы жили раньше, или там ваши родители, дедушки, бабушки, уже не получится. И к этому нужно морально быть готовым. Потому что это... Природа, она же, знаете, она, конечно, не злонамеренная, но она, по сути, жестокая. Так что это очень тяжелая ситуация, это катастрофа. Но человек, мне кажется, сделал все для того, чтобы природа эту жестокость продемонстрировала. Это же рукотворно. Это же наше человеческое состояние. Мы обсуждаем, как так можно было поступить. Но ведь зачастую люди принимают решения, совершенно не думая о том, какие будут последствия. Вот я хотел спросить уже в завершении нашего с тобой разговора, с чем это можно сравнить? С какой катастрофой по масштабу? Трудно сказать. Ведь в каждый случай уникален. Чем уникальна Каховская? Огромная, совершенно мелкая, но очень длинная, большое зеркало вот этого водохранилища. Вот. Это водохранилище, которое имеет огромнейшее значение для... В Китае нечто похожее было. Было в Венгрии, по-моему, лет 11 назад. Прорвал. Но там масштабы не те. А тут масштаб, огромная территория. Фактически, мы будем иметь глинистую пустыню, так и Кыр, посреди страны, которая появилась вот так вот. Вот. Ведь не вырастет вот этот замечательный, легендарный, Великий Луг, не прорастет сейчас в одночасье через вот эти... Ну, это десятилетия. Да, именно так. Это даже может и столетия, сколько... Наверное, там нужно... Или нужно людям будет очень сильно стараться, чтобы попытаться восстановить то, что в свое время, я хочу сказать, в начале 50-х годов было опять-таки руководство и уничтожено. И тоже из-за... Как говорится, ведь не думали о природе, а какие могут быть последствия. строили все, что угодно, но никто не думал о том, а что произойдет и вообще даже не просто там какие-то, знаете, война или там катастрофы. Когда-то же нужно ее будет разбирать. Так вот давайте думать о том, что нам делать заранее, а не в тот момент, когда уже взяли и все разрушили. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий. Сейчас мы перейдем уже к перекличке. Константин Ранц был у нас в студии. Мы уже будем проводить перекличку. Попрошу режиссеру написать старт. Давайте узнаем, где вы нас сегодня смотрите. Пишите, комментируйте, участвуйте. Не забывайте ставить лайки, не забывайте поддерживать канал донатами, не забывайте также